Приближается новый учебный год. В образовательных учреждениях региона готовятся к встрече с учащимися после долгих каникул. На сегодняшний день сезонные ремонтные работы выполнены на 62%. О ходе подготовки к 1 сентября расскажет Екатерина Дементьева. В Ненецком округе 55 образовательных учреждений, 33 из которых уже готовы к новому учебному году. В остальных завершить текущие ремонты должны до 20 августа. В среднюю школу имени Антона Пырерки дети из сел прибудут согласно графику, начиная с 28 августа и до 9 сентября. А вот куда пойдут 1 сентября дети из поселка Амдерма сказать сложно. Здание школы признано аварийным, проведение в нем капитального ремонта нецелесообразно. На сегодняшний момент помещений, пригодных для переезда школы, для размещения в Амдерме нет. В среду мы проводим селектор с Амдермой, с директором, с главой и как раз проговорим вопросы. На сегодняшний момент было предложено переехать в здание детского сада. Обследование СССР проводили не так давно. Износ здания составляет порядка 24%. За полярной столицей основное внимание обращено на завершение строительства нового здания школы номер 3. С проверкой там побывало руководство региона. Проинспектировали общеобразовательные учреждения и родители учеников. Но если до этого мы ходили, как правило, с чиновниками, подрядчиком, заказчиком, то сегодня мы пригласили родителей, кто поведет своих детей 1 сентября в эту школу. Во-первых, мы все делаем для того, чтобы в 1 сентября ее сдать. И дети радостно пришли 1 сентября на школу. А родителей мы пригласили для того, чтобы они своими глазами увидели, что есть новая школа, посмотрели, оценили и, может быть, высказали какие-то предложения. Особенно остров стал вопрос со сроками сдачи школы номер один. Согласно контракту, срок завершения ремонта 14 сентября. До этого времени должны быть выполнены такие виды работ, как ремонт системы отопления, гардероба, подвала, окон на первом этаже, а также зоны точки роста. Мы ведем переговоры с подрядчиком для того, чтобы завершить все работы 1 сентября. Делаем все, что возможно. В случае, конечно, более сложных, если вдруг подрядчик не успеет все это к этому моменту завершить, есть несколько вариантов по тому, как будет продолжаться учеба до сдачи контракта. В этом случае учебный процесс для вторых 11-х классов будет организован с применением дистанционных технологий, а первоклассники временно разместятся в стенах школы номер 4. Екатерина Дементьева, Наталья Дуркина, Александр Литкова, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич и Леонид Шишелов. Телеканал Север.